Стас, Эскамасон, Станислав и все прочие вот эти, знаете, проект от Аризона Геймс. Как лично мне кажется, в ютубовской всей этой сфере, все вот вспомнить только то, как все ждали этого Аризона Мобайла. И когда он вышел, они вот хотят отбросить ее, так знаете, немного на второй план. Больше уйти, наверное, в какую-нибудь, я не знаю, там. Они отбрасывают жизнь деревни на второй план, возможно, даже на третий. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Достаточно уже знаете давно, я рассказывал вам про эксперимент игрового проекта, игровой сети серверов Аризона Геймс. И про то, вот как они пытаются запустить какой-то свой медиум ролеплей проект под названием Жизнь в деревне. Как у них там все это получается, как у них там все это не получается. И понимаете, все это время вот Жизнь в деревне она существует, уже там, знаете, идет год, два, три, четыре, пять. Она все существует, там вроде как какие-то ютуберы закупаются, какие-то обновления там до сих пор делаются. Что-то там более-менее, знаете, так происходит. Тем не менее, вот, ну, Жизнь в деревне почему-то так не выстреливает, как Аризона, разумеется. В каком-то, наверное, медиум ролеплейном вот там во всем пространстве. Она имеет вес. Но вот как проект от Аризона Геймс, ну, такое себе. Я не говорю о том, что любой проект от Аризона Геймс, он обязательно должен заходить, он обязательно должен пользоваться спросом. Всеми вот этими, знаете, прочими вещами нет. Просто когда вот Аризона Геймс, казалось бы, там, Валик, Стас, все остальные чуваки, они так во все это вкладываются. И ты вроде видишь, что вот действительно они хотят сделать что-то крутое. Что вот там Стас записывает видеоролики, там, я не знаю, Конор также там какой-то вроде он администратор или еще кто-то. Они все это делают, все вроде как там записывают какие-то ролики, делают какие-то обновления, зовут к себе каких-то ютуберов, по типу там, знаете, Данила Геррера и всех прочих. И вот хотелось бы, чтобы, ну, было как-то вот побольше какого-то профита, актива и всего прочего. Но оно почему-то все так не происходит. И вот не так давно Стас, Эскамасон, Станислав и все прочие вот эти, знаете, производные от его имени, он выпустил видеоролик, в котором я сказал о том, что вот жизнь в деревне, там, что вот мы ее разрабатывали, там все было так. Так, ну, в общем-то, знаете, как обычно, вот там говорят, 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 тут главное вычленить самые-таки главные аспекты того, что он сказал. Дело в том, что вот они уже долго занимаются жизнью в деревне и видят, что, ну, особо такого какого-то профита нету. Однако он говорит, что для ГТА сам проекта не самое ужасное, когда, там, знаете, его хейтят или когда там что-то прочее происходит. Самое страшное это безразличие. И вот, как лично мне кажется, в ютубовской всей этой сфере безразличие к жизни в деревне оно есть. Потому что, ну, вы видели какие-то ролики про жизнь в деревне? Вы, возможно, видели каких-то ютуберов, которые, знаете, снимают на жизни в деревне и вроде как отлично себя чувствуют. И вроде как там рассказывают о том, что вот, на жизни в деревне появилось то, я там словил дом на жизни в деревне, я там, не знаю, отыграл ролеплей на жизни в деревне. И все у меня стало, так, знаете, хорошо, отлично. Лично я такого вот всего не видел. Поэтому, как бы, ну, такое себе разумеется, что, я не знаю, я вот не могу знать точной причины, для чего Валику нужна эта самая жизнь в деревне. Ведь у него уже есть Аризона РП, который вроде как приносит доход, который вроде как живет, там, знаете, разрастается, распространяется везде. И все уже знают о том, что такое Аризона РП. Все, вот, вспомнить только то, как все ждали этого Аризона Мобайла. И когда он вышел, какое было разочарование от всего этого. Как люди вообще охуели от того, что, типа, блядь, ну нихуя не работает, при том, что там даже на сайте, по-моему, написано, что это открытое бета-тестирование. Это вот уже, знаете, неготовая игра, это неготовая версия, это открытое бета-тестирование. И вот какие-то ошибки, какие-то проблемы, они возможны, опять-таки, со всеми вот этими ошибками, со всеми прочими делами. Если у вас там что-то вылетает, что-то не работает и все прочее, с этим не нужно писать ко мне, понимаете? Потому что мне в личку ВКонтакте пишут, мне в Телеграме пишут, мне пишут в Телеграм-чат. Мне пишут там вообще везде люди, мы с Телеграм-чатом пишут, говорят, мол, вот, помоги, как там сделать то, как там сделать это и так далее. Я не поддержка Аризона Мобайл. Пишите вот туда со своими всеми этими проблемами, потому что я просто устал, я просто не могу, я просто вот, ну, я не знаю, как вообще такое, ну, это, это не важно абсолютно, потому что мы отвлеклись. Так вот, жизнь в деревне. Какой план развития жизни в деревне у основателей Аризона Геймс, вот этой вот всей сети серверов далее? Как лично я понял, они вот хотят отбросить ее, так знаете, немного на второй план, больше уйти, наверное, в какую-нибудь, я не знаю, там, Родину РП в КРМП, больше уйти в Аризону Геймс, разрабатывать какие-то вот эти вот все обновления для Аризона РП и всего прочего. И тут, понимаете, то есть жизнь в деревне, она не останавливается, вы можете также продолжать на ней играть, потому что при помощи вашей поддержки, если на моем канале есть люди, которые играют на жизни в деревне, при помощи как раз-таки вашей поддержки, этот проект, этот сервер, он до сих пор существует и о нем до сих пор не забыли. Только благодаря людям, которые до сих пор на нем играют, которые до сих пор его поддерживают и которым до сих пор, ну, не безразлична судьба всего этого проекта. Однако, как бы, планы у Arizona Games, у всей этой сети серверов, они следующие. Они отбрасывают жизнь деревни на второй план, возможно, даже на третий, занимаются своими основными проектами, при этом реклама закупается, при этом обновления делаются, но просто в менее, таком, знаете, активном ключе. То есть, если раньше на жизнь деревни там активно закупались ютуберы, активно делались какие-то обновления, фиксы, бага-фиксы, гличи, баги, лаги, там, я не знаю, читы, наверты, все прочее, то сейчас, то есть, ну, они, видимо, все это отбрасывают. То есть, разумеется, сервер существует, и сколько он просуществует в таком режиме, но это непонятно, никто не может это предсказать, и вообще, что с ним будет дальше? Возможно, онлайн будет, там, просто непонятно, как двигаться вниз, возможно, там, не знаю, завтра Gambit RP, 3, NTRP, все остальные сервера, они закроются, останется только жизнь деревни, и вот на ней все будут играть. Я это не могу сказать, да и никто не может это сказать. Исходя из всего этого, просто можно сделать один только лишь логический вывод, то, что вот это вот все Medium Roleplay, что вот все эти остальные вещи, они никому нахуй в GTA Sampi не нужны. Все привыкли к фарму денег, а все привыкли к тому, что там, они ездят на машинках, стоят на центральном рынке во ФК, продавая какие-то вещи, и вот все прочее. И вот это вот Medium RP, тем более для игроков Arizona RP, оно нахуй никому не упало, и не упадет в ближайшее время, то есть, Medium RP и Hard RP, оно только будет, знаете, двигаться куда-то вниз, в непонятном направлении. Скорее всего, оно просто, так знаете, рано или поздно улетит, ну, канет в лету, давайте скажем так, я хотел сказать, улетит в пизду, но давайте вот просто скажем, что оно канет в лету, и вот ничего с ним такого особого не будет. Однако, вы можете поделиться своим мнением в комментариях, поставить лайк, либо поставить дизлайк, добить мне 10 тысяч подписчиков на канале, сделать все остальные, все прочие вещи, поэтому, ну вот, как-то так вы все это можете сделать. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, с вами был, я с вами, в общем-то, был, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо немного пораньше, я не знаю, как все это выйдет, но мы с вами встретимся, и когда мы встретимся, ну, я думаю, вы сами понимаете, что случится, поэтому благодарю всех за просмотр, за ваш, такой, знаете, неравнодушный просмотр, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok